Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Почитала советы психологов, 17-летняя девочка, которая собралась уходить из дома. Все как один советуют собраться уходить. Я чего-то не понимаю, наверное, в этой жизни. У меня дочь ушла из дома неделю назад. Благо, отличаясь на звонки, живет у друга в общежитии, прибывает с временными подработками, денег не просто. Говорит, что домой не вернется, свободы ей не хватает. Но свободы у нее была всегда. Она стремится к полной бесконтрольности. Надумала бросить институт, говорит, что образование сейчас не актуально. Я сама скажу, как она жду, когда вернется. Не могу ничего не придумать, чтобы ускорить этот процесс. Подскажите, пожалуйста, как мне жить дальше? Не дай бог, что-то с ней случится. Я себе не прощусь, что не сделала всего возможного, чтобы обезопасить ее и вернуть домой. Хотя бы до окончания вуза устройство на приличную работу. Вопрос задает Татьяна. Татьяна, ну, давайте разберем ваш вопрос более, так сказать, детально, потому что он важный, он состоит из определенных тезисов. Эти тезисы, соответственно, требуют каких-то комментариев. Почитал я советы психологов 18-летней девушки. Ну, во-первых, советы психолога не дают. Если психолог дает совет, немножечко странно, на мой взгляд. Можно давать какие-то рекомендации, но как бы советы, советы нет. Советы нет. Советы нет. Как бы, если, допустим, на этот вопрос отвечал я, и вы считаете, что лично я давал советы какие-то, присылайте ссылку, присылайте тайм-коды, будем разбирать. Вот, я наглядно уверен, уверен, наглядно смогу показать, да, как бы, что это не совет, это рекомендация. То есть нужно отличать совет от рекомендации. Кажется порой, что это одно и то же, и кажется порой, что это игра терминами, но в работе психолога это важная история. Рекомендации психолог может давать, советы нет. Советы обладают одной атрибутикой, рекомендации обладают другой атрибутикой. Это первое. Второе. В 12 лет человеку означает его совершеннолетие, его взрослость. По закону. И по закону в 18-летнем возрасте человек имеет право делать все, что хочет, если это не нарушает те же самые законы. Поэтому извините, тут как бы право. Есть страны, где с 21 года наступает совершеннолетие. Ну, как бы, такая история. Дальше. Я чего-то не понимаю, наверное, в этой жизни. Ну, вы не то, что не понимаете, мне кажется. Мне кажется, что вы не умеете жить для себя. И еще, мне кажется, у вас есть эмоциональная привязка к вашей дочери. Значит, у меня дочь числа из дома неделю назад, благо, отвечает на звонки, живет у другого, пишите. Вот смотрите, вы говорите, благо, отвечает на звонки. То есть вам нужно, чтобы она отвечала на звонки. Вам нужно. У вас потребность. Вы чуть позже раскроете эту потребность. Но это ваша потребность, чтобы обратить внимание. И по моим ощущениям, ответственности за свою потребность вы не берете. Вы говорите, у меня есть потребность там знать, что с моей дочерью происходит. И все. Я не буду разбираться, что это за потребность. Я не буду разбираться, почему она у меня возникает. Я не буду продумывать альтернативные варианты для удовлетворения этой потребности так, чтобы дочери как бы не было давления. Зачем? Дальше. Так. Вот вы пишите. Значит, пребываю со временными подработками, денег не придется. Супер. Человек ответственный. Говорит, домой не вернется, свободы ей не хватает. На свободе у нее была всегда. Вот. Главное противоречие вашего вопроса. Она говорит, что ей не хватает свободы. Вы говорите, что у нее на свободе была всегда. Что это значит? Это значит, что вы обесцениваете ощущениям своей дочери. Если она говорит, что у нее не хватает свободы. Ну, что это к этому относится серьезно? А вы свое ощущение говорите, что у нее на свободе была всегда. А вот у меня, например, складывается впечатление по вашему тексту, что у нее когда-таки не было свободы. Она стремится к полной бесконтрольности. Мне кажется, здесь с налетом негатива вы об этом говорите. То есть, типа, к полной бесконтрольности. Возможно, человек находится в том возрасте, когда хочет проверять свои силы, когда хочет полагаться на себя, что-то пробовать и так далее. Ошибаться, падать, подниматься. Все нормально. Надо было бросать университет, институт говорит, что сейчас не актуально. Это ее право. Я сама схожу, как она. Вот. Первое. Вы сходите с ума, как она? Это значит, что у вас нет своей жизни. Вы живете жизнью дочери, но не своей. Вы живете для нее, но не для себя. В таком контексте ни о какой свободе речь быть не может. Это первое. Второе. Второе. Смотрите. Надумала Брест институт. Ее право. Говорить, что образование сейчас не актуально. Ее право. Ее право. Как бы реально стыковать, что образование действительно сейчас, ну, не самую первостепенную роль имеет. Это так. Жду, когда вернется. А зачем? А что будет, если она не вернется? Не могу ничего придумать, чтобы ускорить этот процесс. Понимаете? То есть вместо того, чтобы жить своей жизнью, вы думаете о том, как ускорить этот процесс. Вот и все. Ну, посоветуйте, как мне жить дальше. Своей жизнью. Не дай Бог, если что-то не случится, я себе не прошу, что не сделаю всего возможного, чтобы обезопасить и вернуть до мноя, хотя бы до окончания вуза устроиться на приличную работу. Понимаете, какая штука? То есть проблема здесь в том, что вы не простите себя, если с ней что-то случится. Но повторюсь, она взрослый человек. Она имеет право жить своей жизнью. Она имеет право совершать ошибки. И да, с ней может что-то случится. Но это уже не ваша ответственность. Понимаете, вы находитесь со своей дочерью в психологическом слиянии, когда между вами и ей нет личных границ. И именно вот это психологическое слияние и дает ощущение вашей дочери, что у нее нет свободы. О какой свободе вы говорите в данном случае? Когда говорите, что у нее свобода была всегда. Ну, хотелось бы переследовать, хотелось бы понять. Потому что то, что вы называете свободой, для вашей дочери может свободой не являться. И возможность отнестись серьезно к выбору человека, который вам непонятен, который для вас деструктивен. И есть та самая психологическая зрелость, при которой возможна свобода другого человека рядом с кем-то. У вас, извините, этой психологической зрелости, по крайней мере по тексту, не наблюдается. Это вся история. Вы говорите, что вы себя не простите. То есть, вы будете себя винить, что чего-то не сделали. Знаете, ну это ваша проблема психологическая. Что вы будете себя винить, если там с ней что-то случится. Но это вы не замечаете, что вина это ваше чувство. С дочерью она не связана никак. И то, что это подавляет ее и лишает ее свободы выбора. Это другой момент. Она имеет право не оканчивать вас. И она имеет право не устраиваться на приличную работу. Потому что, обратите внимание, вы называете какую-то работу приличной. А у вашей дочери может быть свое предпочтение и свое видение этой самой приличной работы. А что будет, если она не устроится на приличную работу, как вы считаете, и не окончит вас? Вот что тогда? Понимаете? Эта точка называется гиперопека. Но это гиперопека из страха. Это гиперопека из невозможности жить, повторюсь, для себя. Что говорит о том, что себя вы не услышите. К себе вы не прислушиваетесь. Только к очень сильным чувствам и эмоциям. Которые связаны с вашей дочерью вероятно. И как бы это чрезмерная зависимость от дочери. Дочь это чувствует и, соответственно, хочет от этого избавиться. Если бы этого не было, возможно, она не ушла бы из дома. Если бы она видела, что вы живете за себя, что у вас есть свои интересы, свои занятия. Да? То вы не особо как бы, ну, как бы, пытаетесь направить свою дочь туда, куда вам кажется верным. Потому что она бы из дома не ушла. Вот и все. А так мы имеем дело с бунтом. Да, вполне вероятно, что не так уж необходимо уходить из дома. Вы ее не бьете, вы, там, не знаю, не тираните ее, ну, вот в таком совсем жестком виде. Не обязательно уходить из дома. Но она ушла. И она ушла по тем причинам, которые я описал выше. И вы можете ли принять этот факт? И начать работать с собой, чтобы изменить свою жизнь, а не дочери? И тогда получить шанс, что она вернется к вам. Но отношения будут уже совсем другие. Или сходить с ума. Постоянно таким образом отталкивая и отдаляя свою дочь все дальше и дальше и дальше от себя. А человеку хочет просто иметь свободу, иметь самостоятельно, иметь возможность самостоятельно контролировать, как бы, свою жизнь. И все. Удачи вам! Всего самого доброго! Надеюсь, мой ответ был полезен. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!